Всем привет, с вами Andrew5 и у нас очередная серия карьера за Барселону в Pro Evolution Soccer 6. Сегодня у нас матч против Сельты, мы располагаемся на четвертом месте, поэтому нужно выигрывать, несомненно. На первом месте нет в Валенсии, а у Мадрид и Севиль, у них по 6 очков, поэтому да, они там располагаются в таком положении, но так или иначе можно считать, что все они на первом месте. Мы делим четвертое место с Гетафи, и дальше, дальше, дальше. Аутсайдер у нас с Сельта и Леванта, и Майорка, и Атлетико Мадрид самое удивительное. Может конечно в этой серии не очень были, Эвертон, Зарагоса. Угу, у нас там, да. Татьяна передача у нас есть, ну просто-напросто, ладно, не важно это. Ну давайте сыграем, следующий матч. Ну, классической этой мы будем играть. Да, тактика у нас уже такая. Ну, вроде недовольных нету, поэтому замены делать не буду. И начнем это состязание. Ну вот, матч начался. И Сельта решил сходу начать атаку. Они располагаются внизу, и мачки нужны как воздух. И этого сейчас нет. Месси тут, Леона Эль, игрок, который по-настоящему претендует на пятый свой золотой мяч. Получит ли он его, узнаем. Ну вот, в начале января, 12-го кажется, числа. И Пике Фалит, и нет, желтой карточки вроде нет. И удар, и Вальдес вытаскивает. Виктор Вальдес, Густолопе сбил. Он же будет подавать этот угловой. Нужно не забыть, я хотел посмотреть, когда же будет первая классика в этом сезоне. Когда мы снаразимся с нашим принципиальнейшим соперником. А Семак тем временем попер по левому флангу. И удар, и что там? Удар от ворота или угловой? Удар от ворота, в кого-то из наших игроков попал Семак. Поэтому Иньеста, тут Месси. И то, ооо, не точно на Хаве сыграл я и Туре. Да, пока-пока. У нас каких-то опаснейших моментов и нету. В эти первые 11 минут я и Туре в атаку пошел. Хавей. Семак. Сергея, если подать. И там штрафной. Да, 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 штрафной. Тут можно, в принципе, подать неплохо. И кто-нибудь... Ну нет, это не слишком высоко. Не на Месси подача. Ну там, верно, кто-то даже более высокий успел бы сделать что-то. И Месси не точно главой играет. И Митчелл с Альгадом. Митчелл с Альгадом. Помню этого футболиста. В Реал Мадриде, кажется, сыграл. Если уж мне не изменяет настолько память. Рауд Браво. Слушай, такие фамилии знакомые. Вот тут из моего... Ну детства, по сути. Нарафа, Маркес, Пуёль. И Хави. И Семак. Никого нету. Черт побери, никого нету. И Хави, и Пуёля. И тут Нарнальдинь. Нет. Тут Густаво Лопес. Тот, что бил опасно штрафной. И подавал потом угловой. Да, мы пропускаем. Вот так неудачно мы сыграли. Месси. Опасное Ньесту. И Ньесту неплохо тут. Развернулся. А если про мяч? Нет. Нет, нет. Эстебан забирает мяч в руки. Эстебан это галкипер сельты. Ну что, я же там опять потеряю мальчички сегодня. И Ньеста. И Хави, и Высший ворот. 26 лет Хави. В 2000... В 2000... А, ты-то после... Штанга. Игрок. Слушайте, вот сейчас мы могли сравнять счет. Здесь вот классный Месси пробил, но штанга. И Хави пошел в голову подавать. Вот на момент этой игры ему... Да, да, да. Самуэль от ООО 1-1. Браво, браво, Самуэль. Ты оказался там, где я должен оказаться настоящая центральная нападающая. Есть у меня несколько игроков на примете, кого нужно купить. Следующий трансфер на окно. Ну, конечно, да. Рандомно созданная. Но было бы неплохо. Подписать и поиграть в Барсе. 1-1. Ну, по сути, вот давайте вспомним. Мы как-то атаковали, да, острых моментов. Ну, кроме, наверное, того... Тех... Того удара и еще чего-то не было ничего. У Сельта, по сути, кроме этой подачи, вообще ничего не было. Просто удачно подал игрок. И верховая борьба. Ну, как и в нашем случае. И гол. Вот теперь 1-1. Ну, нужно еще нам забивать. Лучше 2. Потому что 2-1 такой скользкий счет. А пока нужно отбиться. И Несто с мячом. И опять Густа Лопес. Вот он, вот он этот игрок, который отдал голевую передачу. А пока Орнодини с мячом. Мяч теряем. Я и туропрейсинг. Месси. Ох, хороший Месси. Орнодини с ним успевает. Мячу Хави тут боролся. На это он не успел. 2-1. Отличная голевая передача Сергея Симака. И Леонель Месси делал счет 2-1. Здесь у меня небольшие мыслишки, кого пустить на второй тайм. Месси есть Месси. Ну и пас классный. Первый тайм практически закончился. Осталось 1 минута. И вот так вот мы проигрываем. В начале самого первого тайма. Уже выиграл 2-1. Немножко разучился. Раньше можно там играть в фартерей, забивать в пустые. Эту фишку я очень хорошо умел раньше. Не в данном эпизоде. А Месси хорош. Ну мяч я потерял. Часы стопа будет на перерыв. Да, 2-1 мы выигрываем. Классный матч. Хоть с аутсайдером, но все-таки классный матч. Узнаете, хочу я сделать, наверное, две замены. Не в обиду этим футболистам будет. Ну просто, просто хочу вот посмотреть в деле других. Выпустить Джованнида Сантоса и Сашу Хлеба. Да, не по позициям немножко, но интересно посмотреть, как они будут играть. И вот Глеб неплохо действуют на фланге. Потому что, ну вот, хочу, просто хочу посмотреть. Имеясь, имеясь, и хорош. Пошел, пошел, пошел. По флангу. Сейчас будет входить штрафную. И... Да, тут сейчас на Орнальдине могло классно пройти, но защитник помешал. Не, не та нажатая кнопочка. И Глеб вместо того, чтобы к мячу идти, бежал совершенно в другую сторону. Глеб дав на фланге не особо. Вот Симак получше бы смотрелся. А Орнальдине выдает шикарный пас на Итого. Итого, ну, немножко не туда играет. Орнальдинь хорош. И Джованни Досантос по флангу. По сути, да, он форвард. Было все, 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 все настолько было идеально. И, ну, не передать словами вам, насколько это все было классно сыграно. И штрафной. И хочу посмотреть в деле еще одного паренька. Нет, не Рейера, не Гудь Йонсон, а Боинг Киркич. Симак здесь хорош, успевает, но это сразу толкаться, все такое, как обычно. И Вальдес вытаскивает этот мяч. Густаво Лопес. Ирнальдинь должен быть первым. Пока классно тут все сделал, пробросил. Если бы не соперник, мог бы в классную атаку уйти. Ирнальдинь просто как стоячего обыгрывается. А вот здесь теряет мяч. Джованни Дассантос. Я и Туре тут. Ну, блин, 2-1 счет. Скользковатый. Фух. Вальдес вытаскивает. А первого на мяча Пуэль. Пас на Рона. Арнальдиня на Месси. Месси выбивает. Но я хотел пас. Но просто видишь, что теряя мяч. Не хотелось мне какой-нибудь атаки. Поэтому лучше так. Симак. Пас на Глеба. Глеб непонятно вытворяет. Еще нарушение правил с его стороны. Рональдиня. Прессинг. Я и Туре. Я и Туре сейчас по ногам зарядили. Симак. Да ж... Я хочу Бойнов в деле проверить. Ребятки. А сельдь все равно. Сельдь атакует. Имея сейчас. Тут классно против Бойна действует защита сельдь. Пабло Гарсии ничего не было. Ну и слава богу. А вот сейчас... Сейчас опасно. Опять вот неугомонный Густаво Лопес. Глеб и Аут в пользу. В пользу сельдь. И вот тут Пике должен... Да, Рональдиньо на Месси. Блестящий пас. И тут Боин Киркевич. Он должен зарешать нарушение правил. И это, ну, желтая как минимум. Желтая карточка. Ликвивая. Пас на Рональдиньо. Рональдиньо должен... Опять же. Я не буду повторяться. Хороший момент был. А здесь на Симака. А здесь на Боина. И Глеб оказывается в нужном месте, чтобы мяч от него отрикошетил и ушел за боковую. И мяч оказался в игроков с сельты. Не его позиция. Больше на фланг я его не выпущу. Я просто чисто из любопытства, если вдруг что. Может ли сыграть Глеб на фланге. Ну, как мы сегодня выяснили, позиция правого. Ну, хотя, наверное, тоже самое левый полузащитник. Это не его позиция. Рональдиньо штрафной. И в стенку впадает. Еще раз говорю. Штрафный вбить. Как минимум в этой игре не умею. Симак на Месси. Месси забирает. Пассует на Рональдине. У нас мяч приходит к Досантосу. И в итоге Досантос, поплясав мяч, потерял в итоге. И у нас заканчивается матч. Мы выиграем 2-1. Контролируем ход матча после того, как мы стали выигрывать. Да и, по сути, когда и первый Досантос забили, начали контролировать. А здесь никто, Месси. И, блин, ну как так можно? Все, развернулся. Все, ну... Ну, все, в девяточку надо было метить. Даже в нижнюю шестерочку. Я был бы не против. Но не повезло. Боингер кетч. Прикольно было, если мне сейчас еще... И головой бы забил. Просто тупо выбивает игрок Сельта. А вот сейчас... Ну, все, я думаю, опасно атака, а я игроку Сельта забил мяч. Вот такой вот вышел матч. Сложный. Ну, нет, не совсем сложный. Просто местами где-то было немножко затруднительно. Потому что я и не играю в игру. Помимо того, как записывал выпуск. Играю вот именно, как бы только записывал. Ну, устал выпуск, да, спер, мне понравился. Тет-экрок. Угу. Он играл, да. И то Месси. В этом Месси, Магда. Для Иринальдина немножко низковатая оценочка. Я не согласен. Странно. Немножко непонятно. И вот такой у нас вышел этот матч. Следующий матч будет с Атлетико Мадрид. Такой матч у нас получился. Мы также спадаемся на четвертом месте. Они так и набрали свои очки. Поэтому нужно, просто нам нужно выигрывать, набирать свои. Календарь нужно смотреть, когда же будет Эль-классик. Эль-классик будет в 13-м туре, а потом в 34-м. А в 9-м туре вот сперва с Гитальфи, а потом мы играем со Сосоной. Так, наверное, на этом буду заканчивать сегодняшний выпуск карьера. В принципе, ну, еще раз повторюсь, матч вышел, но получилось таким интересным. На сегодня это все. С вами был Эндрюй Файв. Если вы впервые на моем канале, подписывайтесь на него. Если нет, поставьте мне лайк, поддержите меня, прокомментируйте, что вам понравилось, что вам понравилось в данном выпуске. На этом все. Пока-пока.